Время новостей на телеканале «Губерния-33». Для вас работает информационная служба в студии Виктор Тихонов. Здравствуйте! В Ковровском районе грузовой автомобиль «Скания» сбил 9-летнего велосипедиста. ДТП произошло накануне, 27 августа, на автодороге «Есенинский дворик и термировка». Как сообщают в областном ГИБДД, 37-летний водитель, управляя грузовиком «Скания» с полуприцепом «Тонар», гружённым 20-тоннами щебня, двигался со стороны посёлка Нерехта в сторону посёлка Крутого. Неожиданно 9-летний велосипедист стал пересекать проезжую часть прямо перед грузовиком. В результате «Скания» сбила подростка. По счастливой случайности ребёнок остался жив. С закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и тупой травмой живота он был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка. С начала этого года на дорогах области произошло 22 происшествия с несовершеннолетними велосипедистами. 22 ребёнка получили различные травмы. В Владимирской области сотни заброшенных зданий, и большинство из них не огорожены, а значит, представляют большую опасность для детей. Все эти места обозначены на специальной карте, которую составили правоохранительные органы. Посмотреть, в каком состоянии находятся такие строения во Владимире и Гусь-Хрустальном районе, отправился детский омбудсмен и наша съёмочная группа. Первый объект – недострой в микрорайоне Заклязьминский. Уполномоченный по правам ребёнка во Владимирской области Геннадий Прохорычев выбрал его не случайно. По его информации, здесь дети не просто гуляют, подростки устраивают в заброшенном здании игровые квесты. Объект находится в аварийном состоянии. Плиты перекрытий могут обрушиться в любой момент. Местные подростки говорят, что играть им больше негде. А вот что бы ты хотел, чтобы здесь было? Не знаю, там, допустим, бассейн, там, ну, бассейн, чтобы можно было туда ходить. Там батуты всякие, чтобы батутный центр построили, чтобы далеко ездить не надо было. Взял, пришёл сюда, попрыгал, домой ушёл. Здание Дома культуры стоит на балансе администрации города Владимира. В мэрии пояснили, что о проблеме знают. Под многочисленным просьбом жителей опасные здания снесут. Управление архитектуры и строительства города Владимира готовит правилую экспертизу возможности дальнейшего использования этого здания. И, значит, сейчас в настоящее время готовится проект по его демонтажу, потому что оно не предусмотрено для дальнейшей эксплуатации. А подростки посёлка Тасинский Бор регулярно собираются именно здесь. Это заброшенное здание бывшей школы, которую закрыли пять лет назад. Дети, вот, младшее поколение могут что-нибудь там, ну, лазить, пораниться. Может, огородить, ну, потому что, мне кажется, беседы – это бесполезно, даже если вот кто-то им скажет, родители, допустим. Они же всё равно не будут их слушать, мне кажется. За консервированный объект выставляли на торги. Чиновники хотят снести здание школы. Детский омбудсмен считает, что вокруг опасного объекта нужно установить забор. Геннадий Прохорычев говорит, что здание можно не сносить, а привести в порядок и передать некоммерческим организациям. Или сдавать в аренду бизнесменам. Все варианты жители должны обсудить с местными властями. По мнению полномочного, именно родители должны проявлять инициативу, чтобы с их детьми не случилась трагедия. Они должны приходить к администрации и говорить, в конце концов, надо убирать, давайте что-то делать, потому что это наши дети, которые могут здесь погибнуть. Всего на территории поселка Тасинский Бор находится семь опасных объектов. В их числе заброшенная цеха торфоперерабатывающего предприятия. Еще 26 августа редакция канала обратилась к чиновникам администрации Гусь-Хрустального района с просьбой прокомментировать, какие меры предпринимаются для того, чтобы оградить заброшки от несовершеннолетних. Но ответа так и не поступило. Между тем, трагедия может случиться в любой момент, как это произошло в Кольчугинском районе, где на этой неделе под обрушившейся плитой в заброшенном здании погибла 12-летняя девочка. Константин Миронов, Егор Герасимов и Олег Маньков. Губерния, 33. В Муроме двое полицейских спасли из горящей бани пожилого мужчину. В момент ЧП Юрий Гудков и Михаил Большаков патрулировали территорию. Инспекторы увидели густой дым и пламя. Не дожидаясь спасателей, они бросились на помощь. В бане инспекторы обнаружили пожилого мужчину. Он отравился угарным газом и не мог самостоятельно выбраться из помещения. Полицейские вывели мужчину на улицу и оказали ему первую помощь. В результате пожара бани и деревянный дом полностью сгорели. Жизни и здоровье пенсионера ничего не угрожает. Они его буквально вынесли на уках. Он мог погибнуть. Они сделали все возможное. Выгнали мой матист со двора, который мог сгореть. И вот моего деда. Огромное спасибо. Огромное спасибо. Низкий поклон. Спасибо, ребят. Спасибо. Спустя несколько дней, похоже, ситуация произошла в Киржаче. Из горящей квартиры сотрудники патрульно-постовой службы спасли пожилого мужчину. Огонь уже охватил все помещение, поэтому войти в квартиру инспекторам не удалось. На место ЧП оперативно приехали спасатели. В настоящее время решается вопрос о поощрении всех отечившихся полицейских. Еще 25 случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зарегистрировали во Владимирской области. Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заболели 6237 человек. Случаи заражения COVID-19 выявлены в 10 муниципалитетах. Больше всего заболевших зафиксировали во Владимире. 6 пациентов с коронавирусом. 5 новых случаев в Гусрустальном районе, 4 в Визняковском, 3 в Ковровском и 2 в Муромском. По одному новому заболевшему в Александровском, Меленковском, Петушинском, Собинском и Судринском районах. За минувшие сутки 21 человек выздоровел. Новых летальных случаев не зафиксировано. Подготовка к выборам в Совет народных депутатов, которые пройдут с 11 по 13 сентября, обошлась Владимирскому избиркому в 556 тысяч рублей. Они были потрачены в том числе на печать информационных плакатов и бюллетеней. Сегодня состоялась передача избирательных листов. Изготовлено 25 видов бюллетеней. Свой для каждого из округов. Их количество рассчитано на 85% избирателей. Председатель городского избиркома Вадим Кузьмин объясняет это тем, что участки посетят не более 25% жителей. Горожанам предстоит выбрать новый состав Совета народных депутатов Владимира. Изначально на место в депутатском кресле претендовали 214 кандидатов. Часть отказались от участия в выборах еще до регистрации, другие не смогли пройти фильтр. Губернатор Владимир Сипягин лично продолжает проверять учебные заведения области на готовность к 1 сентября. Новый регион побывал в школе номер 2 в Радужном. Важно, чтобы на входе были дезинфицирующие средства и измерители температуры, а в кабинетах оборудование для очистки воздуха. Закуплено достаточное количество масок. На эти цели направили около 300 миллионов рублей. Еще порядка миллиарда из федерального и областного бюджетов выделено на общую подготовку. Это ремонт зданий, обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности, приобретение оборудования для пищеблоков. Губернатор напомнил, что с 1 сентября учащиеся в младших классах в Владимирской области будут получать горячее питание бесплатно. И здесь тоже цифры впечатляющие. Вот только на эти полгода, полгода учебы, в наших образовательных учреждениях предусмотрено финансирование из федерального бюджета 252, более 250 миллионов рублей. Из областного бюджета, только вчера я подписал постановление, по которому мы также участвуем в этом процессе, было выделено более 29 миллионов рублей, чтобы наши детишки, которые пойдут, детишки из начальных классов, которые пойдут на учебу в наши образовательные учреждения, могли получить качественное питание. В департаменте образования прошло областное родительское собрание. На нем обсудили начало учебного года. Все образовательные учреждения региона будут работать в очной форме, но с измененным графиком прихода детей. Ученики будут приходить в школу не в привычное время, а чуть раньше или позже. На точное время и начало занятий их и завестит классный руководитель. Действительно изменится график жизни ребенка. Это уже будет нетрадиционный порядок, когда ребенок приходил либо в первую смену, либо он ходил во вторую смену. Сейчас ребенок может приходить в первую смену, но чуть попозже. Или во вторую смену, но чуть пораньше. Понимаете, это вот такой скользящий график, который будет установлен. Это, конечно, новация для родителей и, наверное, не очень удобная. Но мы должны объяснить, что это просто необходимость. Линейки в этом году пройдут для первых, девятых и одиннадцатых классов. При этом 22 школы области отказались от проведения праздничных мероприятий на открытом воздухе и приняли решение отметить День знаний в онлайн-режиме. Всего в регионе в первый класс в этом году пойдут чуть более 15 тысяч детей. На 15% подорожали цветы накануне Дня знаний, а вот спрос на букеты для школьников наоборот упал, утверждают представители отрасли. Стала известна и средняя стоимость так называемого букета первоклассника. По стране она составила 984 рубля. Во сколько обойдется такой подарок владимирским родителям и зачем цветы проверяет Россельхознадзор, выяснил Григорий Кошкин. Светлана Кудрявцева в этом году поведет своего внука в первый класс. Где приобрести красивый букет к первому сентября, женщина еще не решила. Главное, чтобы цветы были свежими. В цветочные магазины Владимира уже начали поступать большие партии роз, хризантем и лилий. Также в праздничных букетах флористы часто используют яркие герберы. Часть цветов привозят с нашего юга, но львиная доля приходится на поставки из-за рубежа. Чтобы избежать штрафа в размере до 10 тысяч рублей, крупные магазины обязаны сообщать о прибытии иностранной цветочной продукции в Россельхознадзор. Каждую партию эксперты проверяют на наличие опасных вредителей. Если маленькие предприятия привозят в основном из Москвы, то есть продукцию завозятся, то такие крупные предприятия завозят продукции из других стран. Мы начинаем досмотр цветочно-горшечных растений. Такие проверки в нашем регионе проводятся с 2013 года. Это необходимо для того, чтобы вместе с цветами в область не завезли насекомых. Опасность представляют паутинный клещ, белокрылка и щитовка. Выпали какие-то черные точечки. Чтобы определить, что это такое, мы берем на образец лабораторию. Вот иголочкой поддеваем и складываем. Обнаружить карантинных вредителей можно только под увеличительным стеклом. Самым опасным является калифорнийский трипс. Это насекомое не больше двух миллиметров, и оно не боится даже химикатов. Очень опасный вредитель для всех культур, так что он полиграф, он питается соком растений, овощных, цветочных и даже плодовых растений. Найти его очень тяжело, так как он прячется в бутонах, в цветах. В продажу поступают только проверенные цветы. Стоимость букета к первому сентября в этом году составит от 500 рублей. Но многие родители готовы ограничиться подарком попроще. Например, гладиолусы у бабушек на рынке стоят 200 рублей. Владимирские садоводы также продают астры, цинии и георгины. Выращивали в сновицах, у меня свой дом. 150 рублей сейчас букет. Чтобы букет долго радовал педагогов, надо правильно выбирать цветы. Например, у свежесрезанных рос бутоны упругие и немного жесткие. Опадающие лепестки говорят о том, что цветок простоит не больше суток. Поэтому многие флористы советуют покупать букет не накануне, а в день знаний. Григорий Кошкин и Дмитрий Манапов. Губерния, 33. 250 делегатов из 15 регионов страны. В Владимирской области проходит форум социальных предпринимателей. Чтобы стать социальным предприятием, в компании должны работать не меньше 50% инвалидов или многодетных родителей. Также организация может предоставлять услуги для людей с ограниченными возможностями здоровья или производить средства для их реабилитации. В нашем регионе из 38 компаний, которые получили социальный статус, 8 получили финансовую поддержку. Это более 15 миллионов уже будет разыграно между данными предпринимателями, как социальное предпринимательство, и они будут получать денежные средства. Один уже пример у нас такой есть. Это у нас порядка 700 тысяч получила в Муроме предприниматель, да, муромская предпринимательница. И она на данные денежные средства закупила определенное оборудование для 3D-технологий. В программе форума обучающие семинары, мастер-классы, тренинги и презентации. Участники встретятся с владельцами тех компаний, которые получили статус социальных. Возможности форума помогают найти единомышленников и узнать, как успешно вести бизнес. Им нужно показать положительные примеры, чтобы они понимали, что можно попробовать. Потому что иногда смелости не хватает, надо на кого-то опереться, на чужого. Потому что если где-то делается хорошо, надо посмотреть и сделать у себя точно так же. Главные призы с международного форума «Одаренные дети» привезли школьники из Кольчугино. Шестеро ребят стали победителями престижного творческого осмотра конкурса, который проходил в Москве. Из-за коронавируса он прошел в формате онлайн. Наталья Забнина о том, чем удивили конкурсанты жюри. Песня «Одаренные дети» На онлайн-смотр девочка представила две художественные работы о своем прадеде и о его подвигах в годы войны. Мой прадед выжил, сражаясь в первые годы войны в партизанском отряде. Затем в составе 1295-го стрелкового полка 160-й стрелковой дивизии 1-го Белорусского фронта. Закончил войну на территории Германии в городе Гамбург. За проявленный героизм пулеметчик Орецкий Василий Кириллович был награжден Орденом Отечественной войны 1-й степени и медалью за боевые заслуги. А вот Софья Шевцова с помощью кисти и красок рассказала о подвиге кольчугинцев. К своим рисункам оформила эссе и записала видеообращение к членам жюри. Софья ценит книги о родном крае. Ее любимый предмет в школе – история. Участие в конкурсе помогло ей узнать интересные факты о том, как ее земляки жили во время войны. Очень важно сохранять эту тему, потому что это наше прошлое. Прошлое – это наше будущее, соответственно. Надо помнить свои корни, своих предков. Это благодаря той войне мы живем мирно. И, соответственно, это тоже важно для меня. Юные дарования исследуют исторические места не только по книгам, но и во время путешествий. Сегодня школьники приехали в Снегирево. Это территория бывшей усадьбы князя Николая Салтыкова. Здесь находится женский монастырь. Школьники познакомились с матушкой Елизаветой. Встреча стала поводом для большого чаепития. Выяснилось, что в годы войны ребенком матушка попала в концлагерь. Слезы довезли до Белоруссии. И нас там в Белоруссии партизаны освободили. И немцев погнали, освободили, лошадей забрали, и нас забрали. А они хотели уже куда-то нас дальше. Ну, в Германию нас везли. В полдня дети не отходили от матушки. Вместе с ней они прошлись по территории монастыря и впервые посетили его музей. В деталях юным гостям рассказали историю этих мест о знаменитом владельце усадьбы, которая была разрушена много лет назад, и о том, как в годы войны удалось сохранить храм. Это очень трогательная тема. 75-летие Великой Паведы. Я сама дочь разведчика. И папа, слава богу, мой дожил до 70 лет и рассказывал мне о военных событиях. Мне хотелось, чтобы вот сегодняшний день он запечатлелся детям на долгие годы. К первому сентября ребята готовят эссе на тему «Как я провел лето». В нем они расскажут не только о победе в престижном международном конкурсе, но и о своей поездке в Снегирево. Наталья Забнина и Олег Маньков. Губерния. 33. Денис Мацуев вновь привезет Суздаль «Альма-Матор». Фестиваль пройдет с 30 по 31 августа. В эфире нашего телеканала состоится прямая трансляция заключительного концерта. Она начнется в понедельник в 7 вечера. На фестивале выступит и сам Денис Мацуев. Он является автором фестиваля и его вдохновителем. Символичное название проекта «Альма-Матор» говорит само за себя. Этот концерт станет особенным подарком древнему Суздалю. Проект объединяет юных талантливых музыкантов со всей России. Организаторы готовят интересную программу совместно с Владимирским губернаторским симфоническим оркестром под управлением Артема Маркина. «Каждый год мы получаем президентский грант. На три года вперед мы его получили. Минимум 20 регионов мы объезжаем за год с нашими лучшими профессорами Московской консерватории. Они дают свои мастер-классы, по итогам которых наши стимпедиаты получают путевку в Суздаль». В Центре пропаганды изобразительного искусства открылась выставка памяти художника Кима Бритова. Она посвящена 95-летнему юбилею одного из основоположников Владимирской школы живописи. Каждая картина – воспоминания о новом этапе постижения искусства. Подробнее в материале моих коллег. На четвертом этаже выставочного зала 64 полотна художника Кима Бритова. На экспозиции представлены картины каждого периода творчества. Среди самых ранних – «Красный дом лета». С этим пейзажем молодой автор поступил в Союз художников России. Из последних – полотна, которые должны были появиться на выставке, посвященной 85-летию. Этот вернисаж получился радостным и светлым, отвечает Наталья Бритова. Дочь мастера тоже является заслуженным художником России. Для нее отец не только пример для подражания. В первую очередь он родной человек. Их работа сближает особая красочность и тяга к изображению природы. Беда многих детей художников, что они становятся продолжением подражания своих отцов. И отец как раз меня всячески от этого оберегал, чтобы я не брала полностью его стиль, и принимала его творческие находки. Как он говорил, надо петь свою песню, пускай тихим голосом, но свою. Друг семьи Андрей Матвеев вспоминает. Рядом с Кимом Николаевичем всегда было весело. В его доме царила особенная атмосфера. Мастер-энтузиаст не забывал о творчестве и в последние дни жизни продолжал рисовать даже в больничной палате. Я приехал его навестить, я его сединился, продолжался, пишет, пишет, пишет. Это вообще гуляется. Конечно, его работа, его краски, они ни с кем не сравнимы. Имя великого художника известно не только за пределами родного края. Один из основоположников Владимирской школы живописи прославился и за рубежом. Его полотна хранятся в музеях США, Германии и Северной Кореи. В этой экспозиции представлены картины из собрания семьи мастера. Выставку, посвященную Киму Николаевичу Бритову, мы считали своим домом обязательно открыть Владимир даже в период пандемических ограничений. Мы делали сначала виртуальную экспозицию, а сейчас мы можем пригласить наших зрителей посетить выставку в таком более привычном реальном формате, но с соблюдением масочного резина. Киму Николаевичу всегда удавалось найти гармонию между цветами, которые он обобщал большими декоративными пятнами. Полюбоваться его неповторимыми пейзажами и портретами можно до 27 сентября. Ольга Ельфимова, Елена Павлова, Егор Герасимов, Губерния 33. Сегодня во Владимире на стадионе Лыбедь прошло первенство города по лёгкой атлетике среди юношей и девушек 2005-2006 годов. Это первые соревнования после самоизоляции. Среди участников – воспитанники школы Олимпийского резерва и спортивного клуба «Армия». Все они с нетерпением ждали открытия спортивного сезона. В период самоизоляции тренировки проходили на свежем воздухе, а многие продолжали поддерживать форму «Тренируйсь дома». Ребята собрались так с настроем. Я вообще даже не знаю, чего ждать от этих результатов. Сектор немножко сегодня сложноватый. В это время суток обычно у нас сильный встречный ветер. Сложно, сложно было. К дорожкам привыкали, потому что мы в июне месяце вылезали из леса. Только в лесу больше негде было работать. Все залы были закрыты. Начались состязания с барьерного бега на 400 метров. Чтобы показать лучший результат, нужно было преодолеть дистанцию меньше, чем за минуту. Также в программе легкоатлетического турнира были забеги на разные расстояния. Самая длинная дистанция – 3 километра. Сейчас спортсмены готовятся к областным соревнованиям, которые пройдут зимой. В этом сезоне, в принципе, не к чему готовиться. Потому что пока ничего неизвестно, будет старт какой-нибудь, к примеру, как первенство России. Так что пока выступаем просто на результат, чтобы не потерять форму. И на сегодня это все новости. Еще больше информации на сайте trc33.ru и на наших страницах в социальных сетях. Оставайтесь на телеканале «Губерния 33» и буквально через пару минут смотрите программу «Здесь и сейчас». И ведущий Роман Немов уже в студии. Роман, добрый вечер. Добрый вечер. О чем сегодня будет идти речь в вашей программе? Ну, буквально несколько дней осталось до начала нового учебного года. И этим самым началом обеспокоены не только ученики, учителя, но и, конечно, родители. Здесь сейчас поговорим именно о старте учебного года с председателем родительского комитета Владимирской области Михаилом Карповым. Не переключайтесь. Продолжение следует...